всем привет меня зовут наталья это мой блог метабет блока парфюмерии я хочу в первую очередь сказать что блин я очень рада я нарядилась для вас потому что нет 1000 подписчиков но на самом деле для меня это была такая рубеж ну как бы рубежная черта с того момента когда я начну реально наверное понимать что это здорово вы у меня есть на самом деле я все равно как бы для меня важны именно комментарии я скорее за ними слежу то есть отдача для меня на самом деле очень важно и если если вы сейчас это все слушайте смотрите призываю вас периодически писать мне что-нибудь не для того чтобы там что-то как-то не знаю рейтинг какие-то поднимать а потому что для меня это важно как для человека которому знаете вот я же не вижу ваших глаз я не вижу ваших рук я не знаю как вы реагируете на все это я не знаю понравилось вам или нет и вместо важна настоящая критика то есть если что-то не так говорите пишите будем смотреть насколько это объективно ладно сегодня хотелось рассказать вам о новой марки для меня я скажем так решил познакомиться этой маркой только недавно она мне никогда не нравилось не нравилось не потому что я не что-то плохое слышала или не был какой-то предвзято нет у меня было предвзятое отношение не было предвзятое отношение конкретно к флаконам мне не нравятся флаконы марки ormond jane они для меня какие-то банальные и не в моем стиле мне больше нравится минимализм либо что-то действительно красивую утонченное но минимализм если минимализм то знать только минимализм где черное и белое знаете скорее лютанс потому что вот у него такой флакон то есть геометричные формы темный цвет это вот мое то есть я вот так это воспринимаю ormond jane флаконы и не минимум и не минималистичные и не восточные ни то ни сё какое-то не могу это объяснить то есть чем-то мне отдаленно напоминают например от микалев royal muska вот золотой цвет крышка да но royal muska это просто флакон шедевр он настолько красивую настолько переливающийся вот это полностью завершенный образ роскоши и богатства а у литанса завершенный образ минимализма а у ormond jane я не понимаю то есть для меня это действительно не то ни сё давайте ладно сначала давайте по марке поговорим сама марка была создана тысячном году линды пилкингтон 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 вот наконец-то выговаривает название а марка получила от название дома где работали жили ее родители ormond и джейн это ее фамилия и вообще для меня вот это странно потому что ее фамилия пилкингтон и где там джейн я так и не поняла честно говоря возможно ты либо ее девичья фамилия на девичья фамилия вообще линда родилась в городе чешир и как бы там выросла и там было очень большое количество цветов вообще очень большое количество на клумбах сажали соседи когда ли там подобное а в общем она нарывала цветы я надеюсь не у соседей и продавала их на улице плюс они своими подружками изучили журнал типа знаете сделай сам и делали всевозможные свечи им это очень нравилось очень так баловались когда она была в подростковом возрасте начала путешествовать по миру по индии африке очень много чего изучала и работала ну всевозможные профессии уже освоила она была и управляющей отелей работала на соевой ферме и мороженщиком работал кем только не работала в общем жажда жизни и познанию не было огромны и в общем вернувшись скажем так в англию она поняла что хочет заниматься ароматами она проходила какие-то там курсы по созданию свечей и у нее неплохо получалось и она даже сделала заказ для шанель и после того как ее свечи и производство стали продаваться она поняла что хочет свой бренд и похоже все это ей нравится вообще читая в интервью они я точнее вообще читая разные интервью они я поняла что они все настолько противоречивые что сложно что-то сказать как минимум один факт того что у нее значит флаконы стояли на полке и в одном из интервью она говорит что ей понравилось как преломляется свет во флаконах она поняла что хочет создать свой идеальный флакон то есть для нее изначально это было производство даже не об ароматах а о форме на другом ресурсе я читала что она именно вдыхала остатки последних миллилитров но вот это мне кажется менее честным то есть вдыхала остатки последних миллилитров подаренных ей флакона и поняла что в общем короче я думаю что наверно правда была все таки в том что ей нравились флаконы изначально то есть вообще и нравилось искусство в чистом виде даже смотря на нее такая утонченная женщина но мне кажется вот да у нее руки прям вот хотят заниматься чем-то красивым потому что она сама по себе такая я смотрела с ней интервью которое было снятым и у нее были сережки такие мне кажется там был коралл я просто еще не люблю на натуральные камни как вы заметили наверное и для меня это важно интересно вот у нее были коралловые серьги не с каким-нибудь там изумрудом сапфиром бриллиантом который продается коралл это мне кажется о чем-то говорит потому что я замечаю что люди которые любят украшения такие необычные не классические да кто любит вообще натуральные камни не просто как типа мне подарили я ношу а как интерес это обычно какие-то такие вот увлеченные натуры достаточно романтичные а себе сейчас сказала похвали кто меня еще похвалит я себя похвалю вот для меня это так и поэтому меня уже немножечко расположила очень интересная концепция бренда вообще почему опять я не подходила к маркером и джейн вернемся это не только флаконы это англия все-таки английские ароматы достаточно чопорные то что создает пин халлиганс это фужеры и это отдельная сторона мне просто нравится фужеры и кто лучше англии сделай фужеры я не знаю это пин халлиганс и крит два дома которых я уважаю за вот эти вот парфюмы для хрустящих белых футболок для ухоженных мужчин для мужчин таких воздержанных и немного спокойных не восточных скажем так и не вот эти давали давить вот такие шарфе неважно что у них внутри важно что внешне они англичане чопраны поэтому мне это нравилось а вот когда я думала о том что для меня то есть для мужа я такой подберу он несмотря на его горячую амуажевскую душу он нравится такой вот сдержанный стиль а я несмотря на то что наверное немного более в интровертную сторону у меня кипят страсти и мне нужно что-то погорячее не настолько горячее как наверное не знаю кто в общем не настолько горячее вот но и ну например как маора от герлен я бы так сказал или на о на ум от герлен на эмо вот но горяченькая я думала что английский бренд это вообще не для меня сейчас я тут услышу красивый белый мускус сейчас я тут услышу цветочки пудрочку нежнятинку ну собственно говоря я все-таки нашла но в одном из двух парфюмов я фанатка ириса вы это знаете но в последнее время меня начала занимать то мысли что я не знаю какой ирис мне нравится то что оказалось что ирис есть два и как две ноты в парфюмерии я бы сказала то есть одна это ирис как цветок а вторая это ирис как корень ириса называется на орис и в данном случае не знала что так что же мне нравится конкретно орис или ирис в общем я приобрела два аромата дома орман джейн в отливанта потому что цены на орман джейн достаточно высокий и брать слепую флакон но прям я не знаю сколько надо получать поэтому я взяла два отливанта на пробу я уже рассказывала предыдущем видео то что я люблю отливанта отливанта это все знакомство с ними это прекрасно такое два аромата ванильный ирис и очень известный аромат его считают одним из лучших ирисовых ароматов в пудровом таком пыльным деревяшчатом направлении и второй аромат это орис нуар и о нем отзывов меньше потому что но это не самый известный аромат у орман джейн хотя потом я начала читать и люди его любят а это пыльные деревяшки с ирисом это специевый ирис в очень необычном звучании действительно темный действительно завораживающий 2 какой из них вам понравилось мне точнее понравилось как вы думаете я вам расскажу сейчас давайте о первом поговорим ванильный ирис вообще арман джейн работает с гиоза шоном как вы знаете создатель молекулы ты человек у которого мастерски получается работать с синтетикой хотя сама орман джейн ну смысле линда пилкинбан говорила что у нее в ее парфюме примерно сочетание натуральных и ненатуральных компонентов ой 80 до 20 то есть 80 процентов это натуральные компоненты и 20 процентов это синтетика тоже без синтетики построить нормальная пирамиду очень сложно то есть очень сложно раскрыть компоненты без синтетики кстати что мне еще очень нравится в этой марке как оказалось несмотря на то что не такое британское скажем так происхождение одной из идей марки это использование необычных компонентов и вообще была в шоке потому что мне казалось будто сейчас такая банальность пойдет это самая нишевая марка из всех которых я знаю представляете то есть это во первых люди работают вручную нет большого производства в россии появился только в 2014 году во вторых используются очень очень редкие какие-то вещи и линда основывалась на том что она находит какой-то необычный ингредиент и смотрит в сторону его происхождения и пытается его совмещать ингредиентами которые находятся в этой стране не так что у нас значит родина там не знаю перцы это одно место родиной там не знаю роза то другое место там давайте их совместим нет она идет по каким-то таким природным идеям что все что вместе растет она наверное имеет какой-то смысл да имеет какой-то аромат имеет какую-то определенную природную гармонию поэтому ей хотелось совмещать это вместе плюс например на год у нас была идея создания древесного аромата мы понимали что делать банальный аккорд сандал или кедра это скучно они использовали определенные растения и немножко забылку называется из канады из истинно канадское дерево и это было круто то есть это они посчитали что вот это вот интересно да то есть взять какой-то необычный не кедр там какой-то не сандал а что-то совсем не тривиально давайте начнем ваниль дырис аромат действительно деревяшчатый аромат немного о стружке от карандашей и и анис просто давайте по нотам сначала мне очень нравится начальная нота у арманджей верхний во первых здесь кориандр бергамот розовый перец в сердце здесь корень ириса жасмин магнолия и даже вот подзабыла что еще сложный был состав в базе две ноты ванили кедр мускус все собственно говоря а и амбра и у него достаточно знаете такое сухое звучание а там еще османтус сердце вот османтус кстати так вот абрикосовая легкая сладость такая она появляется в общем когда я наносил на себя я не буду сейчас наносить потому что я вся в другом парфюме во втором и это такой уже спойлер что мне понравилось больше на он звучит сухим ирисом у меня такой был в адоре ирис но тот был намного-намного тише этот в базе переходит почему-то в какое-то такое сладостное анисовое звучание меня это немного удивил потому что он здесь не заявлен то есть сначала это сухой ирис деревяшками это такая пыль от стружки дерева с нежным цветочным ароматом очень тонким подтоном абсолютно практически не ловим вообще-то сухой вот реально сухое дерево да и в базе это такая сладость с анисом необычно но я бы не сказала что к сожалению что это звучит настолько натурально как второй второй парфюм не столь полюбившись и людям как первый но тем не менее для меня намного намного интереснее это орис нуар и у него тоже какой-то сумасшедший состав у него в верхних нотах опять же кориандр перец артемизия что вообще поражает какой-то вот такой настолько то специя начала и бергамот соответственно то есть это острый специевый старт такой даже с кислинкой в сердце вообще сердце просто бомбическое это ирис если здесь был корень ирисы да то здесь ирис это перец красный твой ногу перчик нарисован это не сухой это не специя это перец это вот реально перец это писать и красный перец да когда вы режете в салат он такой запах такой определенный такой необычный это лавровый лист вот в общем немного взрывающий мозг и жасмин то есть ирис придает здесь свою такую пыльную сторону такой своеобразно плюс перец плюс лавровый лист плюс жасмин просто сумасшедший состав очень сумасшедший мозг выносит просто на на ура и в базе это пачули это конечно у да кедр просто скажем так база казалось бы не сложная а еще мира вот это бальзамическое звучание она очень интересная то есть вначале мы слышим этот вот резкий старт не похоже кстати по старту вместе вот с этим ну вот тут по по слаще статка чему-то здесь артемизии видимо это знаете такое растение она такого мне кажется полынного звучания слегка но полын и горького все-таки полын например давана да белая полынь она имеет сладковатый такой дурманящий потон знаете абсента я бы сказала либо какого-то напитка такого а вот артемизии имеет более травяное звучание то есть это полынь с горечью зелени такой вот не немножко даже неприятный вот вначале она и специи и это прям вот как-то так а вот в сердце я просто уже и так все ему лита но сейчас я нанесу себе еще на руку в общем если честно для начала я когда нанесла первый раз я подумал господи что это на мне за специевая жидкость такая разливается как будто щи борщи или рассол какой-то вам не пролили но очень своеобразно очень своеобразно если честно это прям даже немного чересчур своеобразно но потом раскрывается невероятно это что-то просто знаете что-то такое тонкое что-то такое магическое такое невероятное я не могу передать просто это какой-то дурманящий кладовской аромат он меня возвращает в мои фантазии о том что же все женщины ведьмы а я искренне верю что во многих из нас есть антенна в космос ну правда есть мне такая мысль и вот именно этот аромат меня туда возвращает я начала носить вот такие вот космические кольца снова у меня вот такое колечко есть интересно сделали мне его на заказ немножко оказалось не то что я хочу поэтому она лежала не знаю видеть его там или нет это черный лунный камень один из моих любимых камней я потеряла кольцо с черным и лунным камнем к сожалению прям во время свадьбы потому что все эти кольца которые я носила ранее были у меня сложены в отдельный мешочек то что я не могла без них находиться и накануне свадьбы я переехала к моей маме чтобы там состоялся выкуп и все эти вот эти дела все это я сложила в один мешочек который путешествовал со мной во время свадьбы и он потерялся а там был черный лунный камень там был кольцо с топазом что-то еще там было но больше всего меня волновал черный лунный камень который был моим не снимаем им талисманом я носила каждый день и я была вообще в трауре в каком-то небольшом но ничего я сменила все на другие камни нефрит там например и так далее и тому подобное но потом заказала кольцо с черным лунным камнем такая долгая история ну ладно может кому-то интересно и она казалась не такой как я хочу но я хочу его купить даже для меня этот магический камень вот вот этот мысль то что есть магия в женщинах и есть вот это вот наша интуиция это не случайно абсолютно не случайно что женщина какое-то лунное создание она у меня есть и вот с этим ароматом но раскрывается я думаю что если кто-то меня поддерживает в этой мысли то он очень захочет этот аромат в нем есть вот эта вот колдовская женщина вот эта загадка вот это вот что-то необычное здесь действительно ирис и специи передают какое-то сумасшедшее звучание действительно черный ирис которого не существует то есть в природе есть темный ирис но черного нет а здесь это черный ирис это это магия вот и все это лунная ночь это лунная женщина и мне нравится выносить и последние дни только его и ношу это какое-то наваждение единственное что меня снады цена она просто дикая вы знаете то есть флакона там по-моему от 11 12 тысяч и начинаются в аль-де-батте и это печаль по моему это 12000 это за 60 миллилитров кажется ну в общем понимаете это конечно очень дорого ну как кому как конечно вот но для меня это дороговато но я думаю что я буду копить искать буду искать не так много его предлагают к сожалению на рынке в общем вот такая вот марка вы знаете никогда я не думала что я услышу в британской марке такое такую загадку такую мощь и знаете для меня мощная женщина такая вот с энергетикой все-таки восточная женщина да а здесь они передали настоящую женщину с этой энергетикой под таким знаете под британской выдержкой этого для меня дать этот интроверт в котором ведьма вот для меня этот аромат черный ирис вот этот вот то это интроверт в котором живет экстравертая, не знаю, ведьма. Вот такая вот магия. И, наверное, это для меня такое показательное, что именно сейчас у меня больше тысяч подписчиков. Это мой маленький праздник. Это тоже мой маленький праздник. Так что пишите комментарии, знакомы ли вы с этой маркой. Подписывайтесь, ставьте лайки. И помните, что мир полон необычных ароматов никогда не ограничится с малым.